Продолжим описание выхода Эдуарда из 27-дневного голода. Под вечер язык гораздо лучше. Что я заметил из того, что присылал мне Эдуард. Очень плохо печень работает, стул должен быть желтоватого цвета. Сейчас можно приобрести расторопшу, масло, семена или жмых и попринимать, для того, чтобы печень лучше заработала. Раз можно в день пить чай из желчегонных трав. Можно два раза в день. Это также очень хорошая будет вещь. Пишу, что печень бедняжка еще не вычухалась. Тем более, что к ней идет тяж. Эдуард пишет, спасибо за совет. Я действительно мерзну, не хватает тепла. Ну все, все, только, только. Только нормализуется, поэтому вот такие вот вещи. Я ему рекомендую, одевайтесь потеплее, укрывайтесь на ночь. Это очень простая ошибка, ведущая к тяжелым последствиям. Важно ночью высыпаться. Ни в коем случае, чтобы не оставаться холодным. Не мерзнуть. Потому что все это срывает процесс выхода из голодания. И ведет к перевозбуждению ветра. Сухости и холода со всеми последствиями. 20 августа, 21 день выхода. Тяжесть в области печени. Правая глада напряжена. Тяж. Массаж живота в области печени. Молодец. 35 минут. Втягивание ануса 50 раз. Так, так. Энергии норм. Настроение и общее состояние хорошее. Так, все, продолжает еще отходить. Отходить, отходить. Набрано 50 грамм за сутки. Это нормально. В 11.10 каша пшено плюс топленое масло. Тепло отлично. Так, при стуле. Крови, слизи и полипов нет. Это хорошо. Это хорошо. Желчегонный сбор стакан выпил. Молодец. Расторопшим начал пить. Молодец. Одна чайная ложка запил теплой водой. Кефир. Горячий душ. Плюс сольюковое масло. Втерно в поясницу стопы. Так, так и надо. Здесь у нас язык. Язык уже не интересует. Это стул. Видны вот эти все эти кузьи катушки на стуле. Вот это как раз говорит о том, что вот этот процесс неприятный. Он продолжается с сухостью и холода. И поэтому он тут дает разного рода осложнения. 20 августа. 21 день выхода. Это мы разобрали. Что пишет 21 августа Эдуард? Гну из крови отходят во рту из десен. Голода ощущаю без боли. Вечером при сильном открывании рта. Тяж справа под скулой. Проявил себя, можно сказать, с болью. Как кол. И еще мне показалось, что была температура. Сейчас не работаю. Самочувствие оцениваю как хорошее. Если не считать перевозбуждение ветра. Погода как назло испортилась. Холодно. Плюс 10 градусов. Северный ветер. Кстати, на выходе из голода, конечно, организм сразу же реагирует на изменение погоды. Как только холодно становится и в организме, так же начинает становиться холодно, сухо. И вот тут надо сразу же теплые в ванной прогрев, втирание масла. Не забывать про свечи из сливочного масла. И тогда можно все это избежать. А так могут быть сложности. 21 августа, 22 день выхода. Продолжает выходить вся эта биокака изо рта. Гну их с кровью, моча обильна. Тяжесть в области печени. Плюс 500 грамм за сутки. Так, расторопшу, черный тмин, тыквенное масло принимает. Стул. Ни крови, ни полипов нет. Это уже хорошо. По 11 часов горячий душ. Плюс оливковое масло. В тело, поясницу, стопы. Очень хорошо. Благодаря этому удалось немного утихомерить ветер. Самочувствие резко улучшилось. Живот, как и все тело, расслабится от тепла. Ощущения великолепные. И мородальная шишка потихонечку сдувается. Одеваюсь в тепло, плюс горячий душ, плюс горячая пища. Так и надо. Общее состояние и настроение отлично. Так, идем дальше. Спрашиваю, а как там стопы? Сделайте снимки, чтобы сравнить, что было и что стало. 22 августа, 23 день выхода. По-прежнему изо рта гной выходит. Вес прибавил 800 грамм за сутки. Стул стал без крови, без всяких включений. Это хорошо. Горячая отварная свекла съел с маслом, плюс каша, пшено с маслом. Блаженством, божественно, тепло, хорошо. Вот что значит есть ту еду, которая нужна организму. Это выражается не просто вот то, что человек наелся, а в том, что он удовлетворен во всех отношениях. Так, выспался, это хорошо. Желчегонный сбор, стакан выпил. Общее состояние и настроение хорошее. Так, а вот у нас ноги. Ноги у нас практически здоровы, без какого-либо изъяна. С чего начиналось, к чему мы шли и вот пришли. И это хорошо. Пишу ему, стул показывает слабость пищеварения. Попробуйте в некоторые блюда перчика подкладывать. А если будете есть фрукты, то сладкие. И их надо принимать как отдельный прием пищи. Ну, а так в целом все нормально. 23 августа, 24 день выхода. Грелка на область печени и коленей хорошо. И это правильно. И если вы чувствуете, что у вас что-то мерзнет, особенно ночью, для того, чтобы вы просто выспались, все у вас было нормально, не стесняйтесь. Спите с грелкой. По крайней мере, это очень полезно для здоровья. Нежели если вы будете мерзнуть, не высыпаться, никакого толку не будет. И вот, смотрите. В 17 часов была прогулка. Энергии норм. Колени ломят, трещат. Это как раз вот следствие того, что сухость в организме. Холодная погода наступила. И все это сразу же отражается и в организме человека. Колени трещат, суставы трещат и так далее. Так, что он пишет? Ура! Купил с Божьей помощью валенки и теплые носки. Ходить по дому. Правильно. Как мечтал. Сегодня, можно сказать, совершенно случайно попал на ярмарку. Русь православная и медовый спас. Последний день за пару часов до закрытия. И все мне было дано. Теперь будем с ветром как-то договариваться. Очень хорошая вещь. Это, конечно, валенки. Валенки и когда мы выходим из голода. Прекрасная обувь. Вообще прекрасная обувь в валенке. Я вот, как наступает более-менее какое-то похолодание, начиная с осени и до весны включительно, я ношу валенки. И очень доволен. Так, день замечательный. Эдуард пишет. Стул 13 день подряд. Животик массаж. И оно стягивание хорошее. Купил валенки и теплые носки. Как мечтал. Общался с добрыми и светлыми людьми. На душе стало легко и спокойно после этого. Да, общение, конечно, когда тебя понимает, это очень большое дело. Гной отходит. Значит, организм продолжает работать по очищению. Да. Сейчас у меня задача с ветром наговориться, настроиться настроение и самочувствие хорошее. А здесь как? Надо ванны прогревающие применять. Если есть возможность, конечно, можно походить в баню. Это будет отлично. Значит, что пишет Эдуард? Вот, я живу в город Пермь. У нас тут прошлая неделя и даже побольше было очень холодно. Постоянные дожди. Ветер северный. В квартире холодно и влажно. К этому две недели без горячей воды. Шерстяные двойные носки не спасают. Бани не работают. Коронавирус. Только вот сегодня появилось солнце и стало потеплее. Горячую воду дали в среду. Вот так холод и проник. Видите как? Как это все происходит? Дискомфорт в суставах. Заметим в начале этой недели. Алкоголь я не употребляю. Почему я спрашивал? Задавал эти вопросы. До этого случая. А вот вообще до этого случая. Вы не перемерзали? Почему я спрашиваю? Потому что если раньше человек перемерзал, то впоследствии любой холод, похолодание, сразу же дает рецидивы в тех же местах. Вы не обижайтесь на подобные вопросы. Это позволяет лучше понять причины. Итак, если ранее не мерзли, то этот холод можно вывести быстрее и легче. Главное не мерзнуть. Теплая одежда и обувь, небольшие физические нагрузки. Для разогрева погода вносит свои коррективы. И вы это уже почувствовали. В пищу добавляйте чуток специй. И даже можно раз в день есть свиное сало. Оно разогревает и противостоит сухости. Попробуйте и скажите. А так все идет нормально. Вот такое письмо было ему. Что мне написал Эдуард? Вот раньше, лет 10 назад, когда страшно пил, то перемерзал зимой. До сих пор это помню, вспоминаю, не люблю холод. Видите, было. То есть, когда человек перемерзал, то холод идет, внешний холод, понакатанный. Сразу же идет в те места, которые промерзли. Даже бывали мысли, чтобы после смерти там главное не было холодно. Вот такие воспоминания. Насчет сала спасибо, очень его люблю. Только я его всегда кушал с хлебом и луком. Ну что, можно и с хлебом, и с луком есть. А я вот ему пишу. Я знаю, что подобный треск бывает у людей ранее перемерзавших. Вот так сало и ешьте вместо хлеба теплый отварной картофель и сырой лук. Так что берегите тепло, чтобы выход правильно прошел. Недельки через дверь не войдет в нужную силу. То есть, видите, сколько сложностей. Вот человек решил поголодать. Потом он начинает выходить там. И думает, что вот голод пойдет вот так вот. Восстановление пойдет вот так вот. Но прошлые, прошлые вот эти все, как бы сказать, просчеты в здоровье, болячки, какие-то перемерзания и прочее, 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 прочее вносят свои коррективы. И то, что вот вроде бы там написано, вот так вот, вот так вот вы будете заходить в голод, вот так вот его проводить, вот так вот выходить. В конкретных ситуациях идет совершенно иначе. И когда человек с этим сталкивается, он не понимает, а что ж такое. Вот вроде как написано вот так вот, а получается, что вот так. Поэтому вот этот вот выход, вот этот голод и этот выход, это, знаете, как бы сказать, золотые страницы для людей, которые будут голодать. Прежде чем поголодать, вы вначале прочитаете все это, или прослушаете, вот этот вот голод, выход. Вот вникните во все частные вещи, которые у каждого человека свои собственные. И только после, после всего вот этого начинайте потихонечку, не спеша голодать. Значит, 24 августа, 25 день выхода. Мысленно поработал с тяжами печенью. Ну, тело вибрирует, гной надходит. Спал хорошо, энергии нормально. А все вот это идет. Под утро сильно пропотел. В чем причина? Горячая ванна при сваренке. Тепло пошло и вытесняет холод. Чувствуется теплее. Стопы задвигались, левое колено пока хрустит. Очень хорошо, когда человек начал пропотевать. То есть, у него появилась энергия, и он начал вытеснять вот эти все болезненные флюиды и прочее, прочее, прочее через кожу. Это очень и очень хорошо. Говорит о том, что энергетика увеличилась. И вот этот как раз потение, это сам по себе действия исцеляющие. Так что потите. Как только начнете потеть, это дело пошло на поправку. Значит, что он горячая, отварная картошка с маслом, немного черного молотого перца, плюс сало, плюс красный лук. Сало это сила, просто огонь. Как же я по нему соскучился. Видите, вроде в некоторых случаях говорят, да ты что там, сало, на выходе сало есть. Все зависит от конкретной ситуации. И видите, как раз я ему порекомендовал сало. Просто сила, просто огонь. Как я по нему соскучился. То есть, вот есть такие, какие-то догмы. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. А на самом деле, это далеко от истины. То есть, каждый человек должен для себя подобрать, как проведение голодания, так и выходы из голодания. Подобрать продукты. Все это, вот, в зависимости от времени года. Все это меняется от возраста. Значит, через час энергия после сала стала догонять. Рассекаться по телу теплом и энергией, силой. Видите, что делает? Простой продукт. Однако, до этого времени, сегодня весь день я был вялый, как выжатый лимон. Уставший только к вечеру стал оживать. Что значит, что значит правильный продукт, съеденный своевременно. Так, значит, он принял ванну. Стопы отлично задвигались. Вернулась была гибкость. Левое колено еще похрустывает, но уже меньше. Право на хорошо. Потихоньку холод отступает. Вот, если вы не читали мои книги, то подобного вот нигде никто тут вам не скажет, что холод там отступает и так далее. Хрустит, значит, что-то там захрустело от чего-то. Что тут надо, что-то там такое сделать, какое-то лекарство принимать. Никаких лекарств принимать не надо. Все делается регулировкой. И все будет нормально. Важно понимать, что, что и как. Что я ему пишу 24 августа. А теперь про 100. Вы едите свеклу. Она действует как индикатор на пищеварительный процесс. При нормальном пищеварении никаких пигментов, цветов не должно быть. Пищеварительная система на выходе дает свой цвет калу. Если в стуле остается цвет продукта, как от свеклы, значит, она плохо переваривается и усваивается. Вывод. Слаб пищеварительный тракт. Подобного может наблюдаться и на других продуктах. Возможно, пока пищеварительная система не вошла в силу. Рекомендация. Продукты тщательно пережевывать. Особенно те, кто дают свой цвет в стуле. А по цвету кала видно, что печенка плохо работает. И вы ее ощущаете. Массажик на дне раза 3-4 в день по 5-10 минут. Можно попробовать образно-волевые настрои на печень. В моих книгах они есть. Здоровья и удачи. Хачи дачи, пожелайте нам удачи. Спасибо за советы. Будем делать. 25 августа. 26 день выхода. Футболка трусы мокрый от пота. Сменил на чистые, сухие. Это хорошо. Сильно бурление в животе, кишках. Это тоже хорошо. Футболка трусы опять влажная от пота. Пошел, пошел организм. Наконец-таки начал выбрасывать из себя через кожу посредством потения. Вес минус 300 грамм за сутки. Вот это чудеса. Второй день подряд вес падает, несмотря на то, что я кушаю. И причем прилично. Чудеса продолжаются. Так, опять я предупреждаю. Не переедать. Не переедать. Прилично кушать. Что происходит? Происходит, когда организм начинает интенсивно выбрасывать из себя. И оздоравливаться, особенно вот это путем потения. Значит, тогда, естественно, вес не растет. Наоборот, вместе с жидкостью уходит. Но это нормальный процесс. Ничего тут такого нет. А наоборот, надо приветствовать то, что с потом выходит вот эта вся ерунда. И организм быстро восстанавливается. Именно после того, как он пропотел, то есть это вот именно реакция человека. Поднимается температура. Потом только начинается обильное потение. Его надо приветствовать. И после этого, конечно, слабость будет. Восстанавливается. И быстренько человек набирает силы. Стули, крови, слизи, полипов нету. Значит, немножко молотого черного перца плюс сало и красный лук. Отлично, тепло, свекла отварно-горячая плюс отварно-горячий картофель с маслом. Это то, что надо. Это то, что надо. Как раз это вытесняет ветер и дает нужную энергетику организму. Так, это у нас тут опять стул. Опять у нас тут козьи катушки. Да, с ними тяжеловато бороться. С языком лучше я пишу. Рекомендую ему есть тыквенную кашу. Обязательно в горячем виде. Стул станет лучше. Можно и отварной рис есть с мясной подливкой. Но не увлекаться. Это для того, чтобы как раз нормализовать. 26 августа. 27 день выхода. Поработал с тяжем печенью. Тягивание ануса. Выспался. Общее состояние и настроение хорошее. Иван-чай с травами, с медом. При стуле крови, слизи и полипов нет. Количество стула небольшое. Так и смотрите. Днем делал уборку. Мыл полы. Очень долго. Обычно быстрее в два раза. А тут устал. Как выжатый лимон. Даже забыл покушать рисовую кашу или тыквенную кашу. Потеря времени. Несмотря на то, что вы выходите из голода. Вот уже 27 сутки идут. Надо бережно относиться к организму. Еще нет тех сил, которые были ранее. Энергии мало. Ноги ватные. Поколония в области сердца. Меня напрягли. Быстро домой. Что там получилось? Какая тут причина? Так, в чем причина? Температура 36,9. Сижу в теплой одежде. Немножко прошибает в пот. Так, сердце не беспокоит. Гибкость позвоночника продолжает увеличиваться. Непонятный день. Что происходит? А что именно? Не пойму. Заболел что ли? Непонятно. Ветер шалит. Что интересно, при всем этом у меня внутреннее спокойствие и равновесие. Но бывают подобные вещи. Когда? Когда перетрудились? Когда? Когда сделали? Слишком много работы. 28 день выхода. По-прежнему гной с кровью. Плюс моча обильно. Все вернулось. Ощущие гланды. Очень сильно поражен оказался организм. Очень сильно. Так, спал хорошо. Энергии норм. Общее состояние настроения отличное. Плюс 300 грамм за сутки набрал. В 9,50 гвоздика. Плюс тыквенное масло. Одна столовая ложка. Отлично. Тело радуется. Аж подпрыгивает. Что это? Попрыгал на сточках. Сделал. Небольшой бой с тенью. Великолепно. У меня какое-то другое тело. Ноги и удары руками совершенно по-другому. Другой траектории идут, чем ранее. Полный контроль над телом и движением. Это для меня что-то новое. Чудеса. Видите, если этим заниматься бы в юности, то, глядишь, появился бы отличный боксер. Горячая отварная свекла плюс каша пшеничная с топленым маслом. Все-таки горячая каша с топленым маслом. Это огонь божественная. Вот они, вот они. Видите, продукты, на которых надо выходить, а не то, что там посоветуют. Там сырое что-нибудь съесть, а потом не поймешь, что с тобой стало. Суставы затрещали. Хороший день. Стол 17 дней подряд. Гной продолжает отходить. Работа по очищению идет. Гибкость в суставах возвращается. Настроение и общее состояние хорошее. И это радует, радует, радует. Так, 28 августа, 29 день выхода. Так, гной с кровью, моча обильно. Гной с кровью, моча обильно. То есть, утром все это отходит в течение ночи. Общесостоянное настроение хорошее. Плюс 600 граммов за сутки набрал. Стул. Крови нет, слези нет, полипов нет. Опорожнение полное. День хороший. Стул 18 дней подряд. Гной отходит, значит, работа. По очистке организма продолжается. Видите, 29 день выхода. И все идет вот это вот из гланд, изо рта. Насколько все это может быть у каждого человека? По-своему, по-своему проросло всякое тайбякайкакай. Идет. Вес начал расти, общее состояние, настроение хорошее. Ну и отлично. Так, я пишу ему язык. Вечером хороший, а стул черный от свеклы. 29 августа, 30 день выхода. Мысленно поработала с тяжем и печенью. Так и надо. Утречка, значит, массаж в области печени, втягивания ануса. Спал хорошо. Энергии норм. Общее состояние, настроение хорошее. Гной без крови. Моча в норме. Моча свекольного цвета. Ну, говорит о том, что пропускает слизистые. Слизистые кишечники, а слизистые почек пропускают. Вот, они еще не вошли в силу. Отварная свекла плюс каша пшеничная с топленым маслом. Отлично. Стул, значит, нормальный. Значит, попробовал казачий ход с эспандером. Недолго. Очень хорошо. Берем на вооружение. Будем восстанавливать потихоньку кондиции. Кстати, о том, как делать казачий ход. У меня есть несколько видосов. Значит, сегодня температура хорошая. Погода замечательная. Солнце светит. Вот интересное замечание. Глаза во время прогулки стали сильно уставать от очков. Пришлось снять и чудо. Пошли проблески стопроцентного зрения. С постоянной регулярностью. Неужели мое зрение восстанавливается? Не могу в это поверить. Слезы радости, счастья и благодарности закрывают мои глаза. Да, я плачу. Всю жизнь в очках. Боксом было запрещено заниматься из-за этого. Но я продолжал тренироваться и выступал по липовым справкам. Так как любил и люблю этот вид спорт. Дошел в свое время до чемпиона СССР. По сути, ничего не видя. А теперь в 46 лет я вижу. У меня просто нет слов. Кстати, вот эти вот все эти тяжи, вот эти вот гноники в районе гланты и так далее, и так далее, и так далее, которые сейчас отходят. Это говорит о том, что было поражено и зрение. Так вот, по мере теперь развития ситуации в обратную, то есть оздоровление, зрение улучшается. И если Эдуард, допустим, месяца через 2-3 сделает еще разок голодание, хотя бы недельки-две, то со зрением будет более лучший прогресс. Закрепится. А чего? В принципе, испортилось зрение. Да зрение вот испортилось как раз вот от всего вот этого, что было в гландах, что порастало по всему организму туда-сюда. И как это все убираем, без всяких там вот этих лекарств каких-то, без всяких там операций. Все это делается самостоятельно. Просто надо понимать, как это делать. И вот, и теперь он будет от человека говорить, и теперь в 46 лет я вижу, у меня просто нет слов. Глаза просят смотреть на солнышко, смотрю, соляризация. Глазам хорошо, комфортно, и после зрения сразу обостряется. Стопы гудят от усталости. Голод может принести какие-то такие бонусы неожиданные. Человек уже забыл о том, что у него там со зрением какие-то там такие. Проблемы. А все это решается. Стул 19-й день подряд. Зрение восстанавливается, вес растет. Гной отходит, работа еще продолжается. Общее состояние, настроение отличное. Вот такие-то приятные вещи происходят. После голодания я пишу нормально. Да, гной из крови все из ротовой полости. Видите?